Вот так вот выглядит наше сегодняшнее вечернее творчество. Вот результат намерения в красивом оформлении, изящном. Сейчас появилось особо на время, остаюсь с ночёвкой. Вот, есть у меня возможность немножко просто побеседовать. Вот, можно сказать ни о чём, пока ни о чём. Никаких планов, никаких задумав. Есть единственное, тут и некоторые наброски. Вот, единственное могу сказать, что каждый человек, да, вот что я просмотрел некоторые свои видео и хотел бы дополнить, хотел бы дополнить самого себя и поправить даже, можно так сказать, в целом. Хотел бы сказать, что каждый является исследователем, может принять позицию исследователя. Это самая верная позиция, я так считаю. Так или иначе нам приходится действовать, жить в этой данной реальности как факт. Вот реальность, она вот факт. Ты появился здесь, факт. Ты растёшь, может так сказать, вырос, это факт. У тебя есть воспоминания, линейка воспоминаний событий, это тоже факт. И ты можешь, и я так считаю, что имеешь право быть исследователем. Исследователем. И в конечном итоге, конечно, сразу это перетекает у меня вот направленность такая линейка мышления, да, связанная с намерением, что ты, лично я являюсь путешественником, путешественником по жизни. Сейчас мне нравится, что этот мир нравится тем, что здесь есть изолированные площадки, комнаты, вот, и в которых происходит деятельность, пребывание, вот, наполняется событиями, наполненная твоей собственной жизнью, твоей энергии, она в разных комнатах. Если ты, допустим, в какой-то комнате сейчас отсутствуешь, но там раньше пребывал, было, то какой-то отпечаток тебя там присутствует. Также это, конечно, можно проникнуться дальше в осознание того, что здесь жили для тебя до тебя другие очень интересные люди, которые тоже оставляли свой отпечаток. Но сейчас технология нашего мира достигла такого пика, что можно этот отпечаток оставить в явь, да, в таком, в чистом виде. Потому как, ну, может быть, кто-то писал книгу о себе тоже. Но меня просто интересуют такие очень развитые люди, которые, да, которые были путешественниками, исследователями и те, кто, для кого этот мир был садом, был раем, был жизнью наполненный красотой, чудесами. Они здесь были. Но ввиду того, что посредством того, что, может быть, не было таких вот технологий, как сейчас, они не могли оставить за собой право на отпечаток. И нам доходят какие-то книги, и и то они могут быть нами восприняты по-разному, то ли как они в чистом виде, то ли как-то их исковеркали, если это там люди совершенно других стран, где требуется перевод. Вот, естественно, этот перевод будет не точным. Вот. Но после того, как я проработал практику и прямо сейчас тоже хотел бы все-таки возобновить интенсивность осознания, потому как, ну, там начинаешь ходить, там нужно, там, в туалет сходить, там чай попить, ты отвлекаешься и забываешь про это осознание того, что ты можешь притягивать к себе то, что тебе неизвестно, то, что тебе недоступно. И, естественно, у тебя в первую очередь, исходя из твоих идеологий безупречности, да, которая направлена на сохранение, созидание, развитие энергии, то у тебя, конечно, возникает желание проникнуться, да, чувствами, энергией, событием тех людей, которые были здесь очень осознанными, жили красиво, но ты о них абсолютно ничего не знаешь. И своим мыслям, своим осознанием, своим мыслям, своим дыханием, своим намерением, да, своей такой-то интенсивностью, просто своим, подключая даже свои мечты, я все это сконцентрирую в одной точке, которая в одной линии, в одном движении, которая направлена на то, чтобы принять это. Чтобы в конечном итоге, как это, в какую практическую сторону это вылиться, в принципе, неважно. Просто мне, я получал удовольствие от того, что у меня есть такая возможность проникнуться, проникнуться тем, что были такие здесь существа необычные, красивые. Были путешественники, именно для них, мне кажется, и была создана. Это действительная реальность, которая, ну, у которой есть почва под ногами, у которых есть форма, форма, которая закреплена как раз-таки, ну, чем, болью, болезнями, как ощущение действительной реальности. Потому как у человека, получается, по отношению к болезням и к боли сформироваются довольно-таки болезненные, неприятные впечатления. Ну, взрослые, сейчас у меня вот, нахожусь в таком состоянии, что мне ничего не болит. Я ощущаю себя полностью осознанием. И это формирует состояние какой-то ощущения нереальности. Как будто тебя нету. Надо стоит вот как-то нажать на палец, на ощущение. Ущипнуть себя, осознаться, да, чтобы быть осознанным. Проснись, проснись, не спи. Не спи. Полностью в этом состоянии забывается в том, что у тебя живое сердце. Внутри тебя круговорот происходит крови. Но не хотелось бы, вот хотелось бы дополнить, что в какой-то момент твое сердце золотое с алмазным напылением и фактом, подкрепленное фактом проникновения осознанностью, осознаванием смерти, как силе, которая весь твой автономный организм весь твой автономный организм объединяет. То есть заставляет каждую твою клеточку стать единым. И в твоем осознании вот это вот единство рождает решение вопроса. Действовать неуклонно и направлено теперь все время, всю жизнь в ближайшие два года в наработке собирание себя в единство. трудно вспомнить, что мне хотелось дополнить по отношению того, что вместо крови у нас вращается золото. Можно представить как раз-таки то все недоступное и необычное. То, что нам трудно даже представить, то, к чему мы может даже не имеем доступ, но это и есть самое необычное и самое прекрасное и все это вливается в нас. и тогда возникает такое ощущение, что теперь вместо вот этого золота какой-то вращается невидимый воздух. вот тот самый, который составлен как раз-таки из той недоступной, но самой интересной и необычной части, которую мы даже не можем себе вообразить и представить, потому что у нас какие-то ограниченные возможности. Возможно, это то, что даже не существует. Что-то такое нечто, что мы даже что способно просто колоссально изменить нас самих. И очень классно проникаться вот этим ощущением, потому что ты подкрепляешь воображение, мечту, намерение, которое совословно совослованное намерение. И чтобы это коренным образом изменило ход течения твоих мыслей. Потому как мы, можно так сказать, умозрительные, превращаемся в каких-то, превратились в умозрительных существ, у которых жизнь в принципе протекает в состоянии внутреннего диалога. когда я начал недавно разбирать систему внутреннего диалога, пытаться анализировать его, то, конечно, очень тяжело поначалу все это давалось, потому как сразу происходил какой-то откат осознания, но тем не менее потом как-то все стабилизировалось, но очень сложно проникнуть в самую настоящую суть. Внутренний диалог, он мне кажется, до какого-то определенного времени он по сути какой-то зацикленный, то есть одно и то же, проговоривание одно и то же, одно и того же, но когда мы впускаем в этот внутренний диалог, подключаем вот именно вот эту субстанцию, невидимую непостижимую, но необычную, может, она даже неинтересна, но самое, что интересно, то, что тебе даст вообще совершенно новый импульс, новую жизнь, новую возможность, выходящую за грани твоего понимания и представления о самом себе, но чтобы это помогло течению твоему, твоего развития и допускается такая вероятность возможности, что жизнь мыслей начинает проистекать и течь именно исходя из этой силы. У нас получается в какой-то момент происходит зацикленность на самих себе и мысли они как будто вращаются по кругу, но в какой-то момент, сейчас, допустим, после такого сознания у него уже такое представление, что мысли на самом деле сейчас не по кругу, а вот просто вовне исходят. И таким образом я сейчас перепланирую свою структуру, кровеносную структуру, которую можно исследовать исследовать в плане представления, воображения, что я просто понимаю, у нас так интересно я осознал, что у нас кровь, она не вытекает, она замкнута, вращается. структуру. Стабильная такая система. У меня такое ощущение, что вот это вот, которое сейчас уже не кровь, да, представление, что это и золото, и так воздушная система, да, которая циркулирует, вращается, она просто выходит и идет вовне, во всю вселенную почему так потому как в какой момент в любой момент меня может не стать и мне нет такого смысла все удерживать себе цепляться за это ведь это в любой момент просто может быть раз раствориться распаться причем тут такой удивительный мир что можно найтись любой какой-нибудь представитель галактической вселенной которые просто можете прийти и пристрелить такая вероятность тоже существует в этом мире ведь он же многогранный а может никто не пристрелит а просто как-то раз и все поэтому нет такого жесткого желания цепляться это что-то из исходит из принципа терять не теряя или делиться не делясь или такое состояние отрешенности перед судьбой которая заключается в том что возможно у тебя не получится достигнуть пика своего совершенства и развития и от этого формируется такое ощущение не пофигизма ощущение понимания что когда тебе терять нечего ты по крайней мере знаешь что ты так жил что ты так представлял и что ты себя относишь к разделу подразряду к разряду путешественника и соответственно ты понимаешь что если касается вопрос о увековечивание твое сознание которое будет жить вечно то это сознание я уверен и считаю достойно того чтобы жить в вечности вечно осознающим быть вечно вечно живым быть увековеченным поэтому важно собрать все самое лучшее в себе все самые лучшие качества потому как ну будь ты бурьяном сорняком там и не знаю вообще каким-то не знаю последним человеком вот чек с раним обычно как бы похабное поведение человека с животными ты худые животных уже животным на самом деле животные вообще они очень миролюбивые это очень очень интересные такие существа единственное в чем что у них нет у них нет борьбы между вредными привычками они не курят не пьют они просто живут и вот собаки гуляющие собаки это вот и ассоциирую их с этими с индейцами вот они что-то будут то и будут деда будут воды там попьются с какой уже но они очень гармоничны и хотя может быть я не досконально поизучал привычки но сравнивать человека с животным это неверно потому что животные на самом деле превосходят человека найдет единственное не просто у них нет борьбы у человека есть борьба но у человека есть и осознание осознание заключается даже в том что он может задержать дыхание животные не могут задерживать дыхание человек может осознанно взять а может положить может играть у них отсутствует высшая осознанность до управления своим осознанием и так сказал бы существует в данности может быть такая ситуация проистекает из то что все человечество очень сильно зафиксированы зафиксировали самих себя и вплоть до других биологических видов вот такое предположение у меня есть потому как это может прозвучать очень необычно но человек в каком-то определенном достигнутом состоянии может вести диалог с любым любым животным и не только с животным миром также с растительным также с растительным вообще совсем природным включая семейство камней исходя из этого конечно же нужно формировать уважительное отношение к миру и перед миром определиться перед природой мир это нечто конечно другое перед природой определиться кем ты являешься обозначить самый лучший эффективный способ конечно это выйти на природу и вслух миру природе уже миру до сказать пусть это будет видеть уединение да но не не побояться не постесняться и вслух сказать кем ты являешься для природы но так как я фиксирую здесь и сейчас это тоже так сложно с этим телефоном выбраться на полевую практику в классную комнату да это вот природа как предмет полевая практика это все вот какая-то классная комната совершенно да вот это вот телефону можно дополнительную зарядку нужна карта памяти и выдвигаться туда ну в общем то по крайней мере исходя из того что возможно меня уже не будет сегодня я заявляю в такой комнате в такой обстановке миру природе за окном что для природа я для тебя мир и для самого себя на данный момент являюсь путешественником исследователем принявший добрый путь развития к развития и Продолжение следует...